Весь мир в руках ТНК. Вот он Байден. Посмотрите-ка, он тихо говорит. А зачем громко говорить? Все в их руках. Все финансы. Сейчас по две тысячи дадут каждому американцу. Представляете? Да 150 тысяч. Как хорошо. Каждый наш черт. Да давай мне 150 тысяч. Просто так. А уже появился безусловный, обязательный доход в Европе. 70 тысяч. Сиди, швейцарец, финн, кто хочет. Просто 70 тысяч. Это не пособие по безработице. Мы-то это не можем делать. Они вот так переманят нашу молодежь. Вот им простор нужен. Им нужна маленькая война, революция. А что им дает наша страна? Ничего не дает. Работать? Иди работать. Учиться? Иди учиться. Магазин? Покупай одежду. Питайся. Врач. Но дайте им еще возможность что-то делать самостоятельно. Транснациональные компании это дадут. И придет время через 20 лет. Они сметут любое правительство. Посмотрите Киев. Футбольные фанаты устраивают бойню в Одессе. Там в городе миллион или два населения. А 100 человек фанатов сожгли город. И так везде. Молодежь это все делает. Кто они и занимаются? Занимаются Сорос. Занимаются ТНК. Занимаются те же, так сказать, кто руководит миром. Финансовые все эти воротилы. А мы не занимаемся. Они не хотят так жить. Вы понимаете? Нужен творческий полет. Ну как? Им хочется что-то делать. Это все запрещено. По рукам. По рукам. Это не говори. Сюда не ходи. В этом плане. Ведь понимаете, что мы сегодня до сих пор пытаемся войти в пятерку ведущих государств мира. Пока мы в двадцатке. Подросло новое поколение. Вот возьмем вот 30 лет. 91 и 21. Они не участвовали ни в каких событиях. Но слышали, видели. Но каждому поколению хочется в своей маленькой революции, маленькой войны. Хотя бы просто любопытство. То есть не хватает гибкости. Это наша немножко историческая такая, значит, вот, официальная черта. От кого нам досталось? От монголов. 300 лет жесткий режим. Убивают, убивают, угоняют в рабство. А Европа гуляет. Тепло, колонии, всего полно. Поэтому разное движение страны вперед. Мы 300 лет боремся с нашествием с востока. А с запада сколько было нашествий. То есть страна постоянно защищает себя. Мы не нападаем, но защищаем. Но когда вот состояние напряжения, ну, конечно, будет жестче характер. И не хватает гибкости. И страх. А если разрешить, а что будет за этим? Вот Емельян Пугачев и Сенька Разин напугали? Да, любое выступление лучше подавить заранее, чем дождаться нового народного царя. Это сложилось. Сейчас все делается еще мягче. Красиво. Стажировка. Зарубеж. Вот тоже сам этот товарищ из Германии, приехавший. Этот университет Ельский. Там, где Шакашвили учился. И, по-моему, даже Ющенко. То есть в университетах готовят. Сегодня мы видим тоже, так сказать, борьба с Россией идет. Сегодня. Сегодня нет какой-то идеи, идеологии. Все это сняли уже с повестки дня. Вот. Свободы. Что хотите, то и делайте. Народ всегда, частично, не полностью против власти. В семье всегда дети против родителей. В школе ученики всегда против учителя, директора школы. Это нужно понимать. Новое поколение хочет само идти вперед. Ну и дайте дорогу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В России холодная страна. И мы всегда воевали. У нас мужчин меньше, чем женщин. Много мальчиков из неполной семьи. Нету хорошего отцовского воспитания. Нету опоры. И вот он подрос в 18 лет. И он не знает, куда пойти, чем заняться. Поэтому общий протест есть. Они это вылавливают. Пандемия, удар по экономике. И колебания цен на нефть. Удар по экономике. Финансовый кризис. Мы же его переживаем. Финансовый кризис восьмого года. Сейчас, в 20-м году, скопилось все. Это у людей настроение озлобления. Мы видим Европу. Вся Европа бунтует. Ну. Вся. И Америка уже. Подошла очередь. И Америки. Поэтому наши протесты настроения. Там есть объективные основания. Людям тяжело живется. Госдума принимает нужные законы, чтобы защитить страну. Мы пережили три революции. При царе, при советской власти и есть. И трижды разгромили собственную страну. Монархия не нужна? Хорошо. Пришли большевики. Большевики надоели? Уходят. Пришли демократы. И каждый раз ломают страну. Делают ее еще беднее. Все это вот ложь, очернуха с тем, чтобы добиться смены режима. Добиться мини-революции. Ну, как было у нас. 91-й год. Но ГКЧП сейчас нет. Тогда произошло все после ГКЧП. 93-й год. Но парламент никто расследовать не будет. Поэтому сейчас какого-то внутри страны события нет. За что бы ухватиться. Вот по мелочи будет устраивать он выходы. Выводит людей на улицы. В чистом виде бунт. Мятеж. Выполняют чужую волю. Наплевать на Россию. Это от Герцена еще идет. Огарев. Разночинцы. Народники. Большевики. Меньшевики. СР. Троцкисты. Левые. Правые. Диссиденты. И вот они. Сейчас. Через 200 лет. Дайте спокойную жизнь всему нашему народу. И давайте улучшать жизнь тем, кто в этом нужнается. Последние события, как и события 10 лет назад. Допустим, болотное дело. Или гуляние по бульварам. Все это глубоко продуманный план. Как расшатать Россию. Так было 33 года назад. И все это было на моих глазах. 88-й год, 89-й, 90-й, 91-й. И Станагу было. И деньги здесь. И активисты подготовленные там. Я был в Париже. Мне говорят, вот на втором этаже. Если мы Гайдара обучали. А там где-то Явлинского. Фонд Фридриха Наумана. Город Кёнигс. Винтер под Боном. То есть они все там учились. На Валоне учился Ель. Американский университет. Их там готовят. Теоретически. Готовится их актив. Они выезжают в Литву, в Польшу. Готовятся деньги. Деньги, бывает, готовятся через экономическую систему. Вот такой есть международный мошенник Билл Браудер. Мы его здесь осудили. Он сбежал. По-моему, он голландец. Или американец. Вот он с Навальным сотрудничал. Они скупают акции. Миноритарии. Дешевенькие. В больших корпорациях. Газпром, Роснефть, РАО, ЕС и так далее. А потом требуют информацию. Значит, и занимаются рэкетом. Значит, требуют денег, чтобы эту информацию не передавать куда-то дальше. То есть подрывали экономическую мощь страны нашей. Это были первые деньги. Потом Навальный понял, да, если политическим рэкетом заняться, больше заработает. А здесь информацию собирал, ему передавали спецслужбы на тех, кого нужно будет потом, значит, шантажировать. Вот это мошенник, шантажист, диверсант. Туда за рубеж выезжают. Ну, видно, все видно, что дирижеры на заходе. Это Берлин, Париж, Лондон, Вашингтон. В военном отношении они сделать ничего не могут. Какие-то крупные проекты, допустим, остановить газопроводы, нефтепроводы, еще что-то там в сети, что-то сделать в финансах. Это обоюдоострое. Сегодня у нас смешанная экономика внутри нашей страны и во всем мире. Мы друг от друга зависим. Поэтому у них одно лишь моральное, вот такой моральный садизм. Обвинять, обвинять, требовать. Кстати, обнаглел новый секретарь Госдепа США. Освободить немедленно, без всяких там условий. Да вообще он что, не понимает, что ли, что мы крупнейшее и мощнейшее государство в мире и сильнее Америки. Ну, он без году неделю, все, секретарь Госдепа. Кстати, из наших же, из славян, из славянских евреев, как и Брайт и все остальные. Все бывшие жители Западной Украины, Западной Белоруссии, из Российской империи сбежали в Америку, теперь нас оттуда учат, что нам делать. Поэтому санкции нам не угроза. Все санкции уже исчерпаны. Придет время, мы как следует ответим им. И за санкции, и за оскорбления. У них большая беда. И Европа горит, и Америка. Как отвлечь внимание? Вот только через то, чтобы какое-то событие было в России. Вот, кого-то там арестовали. Я согласен. Его в стране никто не знает. Только Москва шумит. Несколько сот человек. Петербург. Дальше поедем куда-нибудь, столько километров от Москвы. Близко никому не нужен. Поэтому это проблема отвлечения внимания. И иметь своих людей для того, чтобы трясти Россию. Вдруг что-нибудь получится. Через пять лет. Через десять. Через двадцать. Через тридцать. Вот для этого не нужны. Как их используют, они окончательно будут забраны к себе. Туда, в Европу. Или здесь проведут время в доме для престарелых революционеров. Террористов. Так что у них будущего нет. Внешняя торговля загубили полностью. Было мощное министерство внешней торговли. Торпредства были мощнейшие. Я согласен. Пускай и частный предприниматель имеет право какие-то функции выполнять по внешней торговле. Продает свою продукцию. Но реально это ухудшилось. Ни министерства внутренней торговли нет. Ни внешней. А что в Америке два министерства? Они что, дураки, имеют два министерства? Они понимают. Оно звучало. Все мечтали попасть в ништорку. Потому что это мощнейшее министерство по всему миру. Все боялись. И очень доход большие получали мы от внешней торговли. Мы всегда, конечно, хотели бы использовать резервы ЦБ и Фонд национального благосостояния. Но здесь ведь проблема. А вдруг новая пандемия придет? А вдруг еще что-то? Поэтому, естественно, в заначке нужно держать те деньги, чтобы страна могла существовать даже при остановившейся полностью промышленности, экономике, транспорт. Мы никто не умрем с голоду. И два-три года мы продержимся. Поэтому здесь мы всегда хотели запустить наш фонд национального благосостояния. А теперь я вижу, что правильно придерживают. Иначе потом что делать? Если доходов нет. Если все стоит, а люди хотят есть, пить и так далее. Ну и последнее. Здесь вот у нас перечень системы образующих компаний из российских резидентов. Вот правительство обновило год назад. И туда входят наряду с отечественными зарубежные компании. Там Ашан, Айкеа, Макдональдс, Бургер, Рус и так далее. Но где наши компании в торговле общепитий, чтобы они были тоже системообразующими? Это же наша страна. Чем мы своим не даем возможности? Мы единственная страна в нашем западном христианском мире, где не разрешено носить оружие. Все страны, Америка, Европа и везде, где разрешено покупать оружие, носить с собой и употреблять, преступность на 30% ниже. Значит, мы теряем каждый год огромное количество людей, которых расстреливают, убивают, мучают наши уголовники, бандиты. Потому что они знают, что наши граждане разоружены. Нет оружия. Когда преступник знает, что у человека, на которого он хочет напасть, есть оружие, он вообще не будет нападать. Он бояться будет. Конечно, отмороженные есть, целая банда. И не у каждого будет оружие. Когда я говорю о праве ношения оружия, не все будут покупать. Не всем разрешат. Это так же, как права на машину, там, ну и врач, нарколог, там, психолог. Возраст нужен и так далее, и так далее. Поэтому 100% населения не будет вооружено. Но преступник-то не знает. Этот человек имеет оружие? Не имеет. Но он знает, что теперь в России свободная продажа и ношение оружия. И сразу сократятся насильственные преступления. В несколько раз. Мы эту инициативу проявляем уже много лет. И нам постоянно отказывают. Не хотят, чтобы граждане свободно имели оружие. Вот соседняя Эстония. Она была в составе СССР. На 80% понизилось количество преступлений. И полицию они сократили в два раза. Какая экономия бюджета и так далее. То есть это не первый раз инициатива. Но каждый раз мы натыкаемся на то, что парламент, Госдума большинством голосов отказывает в принятии закона, о котором я говорю. Мы снова проявляем ее. Может быть сейчас созреют наши граждане. И сколько террористов у нас ходит. И сколько преступлений совершается. Самозанятые – это очень хорошая первичная форма занятия бизнесом. У меня двоюродная племянница. Шила сумки. Сама шила. По интернету находила сырье. Шила дома и отправляла. В свое время я ее устроил в Институт текстильной промышленности. То есть она образование имеет. Но дети дома. С кем оставить? Великолепная форма. Она тут же стала самозанятой. Платит в год, по-моему, 4 тысячи рублей. Этот налог на самозанятых. И все. И таких огромное количество. Где-то девушка выпекает торты. Да я сам позвоню ей. Потому что явно она сделает хорошо. Ибо ей нужны постоянные клиенты. А ИП, там уже рабочие могут быть. Он занимается ремонтом квартир. Это уже не самозанятый. Он занимается перевозками. У него магазин. У него, так сказать, грузчики есть. И так далее. То есть это уже бизнесмен. У которого оборот. Который платит налоги. У которого может быть офис. А дальше уже пойдет средний предприниматель. Боюсь бы нам посторожнее быть. Чтобы их было поменьше у нас. Если самозанятых больше. ИП еще больше. А вот средний бизнес посмотреть. А какой у него бизнес. Откуда ты его взял. А крупный вообще сворачивать надо. Чтобы деньги оставались в стране. Давайте ограничим торговые сети. Огромными магазинами. И хозяева за границей. Давайте свои откроем. Огромные магазины. Но наш русский купец во главе. Ему везут крестьяне из соседних сел. Парное мясо. Парных кур. Хорошие яйца. Мы же, ну раз гадость покупаем. Вот сколько сейчас детей страдают от питания в детских учреждениях. Вот последний случай. Там яйцами отравились. Яйца уже были негодные. Это что, ИП поставлял? Нет. Большая фабрика. Они смотрят просрочно. Да вдруг проскочит. И направили в детские учреждения. А ИПшник никогда не сделает. Ему конец. Все. Его закроют. Прикроют. Поэтому качество индивидуал даст. Всегда. Мы выступали всегда за это. За воссоединение. За вхождение. За присоединение. Любой русский глагол может быть использован. Но они жить с Украиной не хотят. И не могут. Их всех будут оттуда насильно выселять. Если вдруг получится так, что граница будет восстановлена. И там будут стоять украинские пограничники. На ними будут издеваться. Заполнят концлагеря ими. То есть в чистом виде будет фашистская оккупация. Может быть даже еще хуже. Поэтому надо, как ситуация созреет. Принять эти территории в состав России. Поставить там в сторону Мариуполя русских пограничников. И чтобы никто не смел даже косо посмотреть. В сторону Донецка, Луганска. Ибо эти территории станут неотъемлемой частью России. Это же подарок Ленина был. Или Сталина. Не помню сейчас. Донецка отдали советской Украине. Харьков. Это же тоже подарок был. Сталина или Ленина. Крым. Хрущев. Львов. Сталинский подарок. Все. Вся Украина состоит из подарков. Коммунисты друг другу дарили территории вместе с людьми. А украинизацию начали коммунисты Украины. Очередная конференция КПУ большевиков. Это в 20-х годах. Обязательно перейти на украинский язык. Весь документ оборот. Разговор. И где к 40-му году они уже 80% газеты на украинском, радио на украинском. Телевин это не было. И в учреждениях на украинском. Это все еще начали делать украинские коммунисты. Зеленский продолжает все одно и то же. Оторвать окончательно эту огромную территорию от России. Это лакомый кусок. И дальше душить, давить Белоруссию. Подступать к Сковской области, к Смоленской. То есть это как третья мировая война. Там армии воевали. Занимали территории. Потом их выгоняли. А теперь вот таким путем. Украина. Вот это отключение каналов. Ну вот у нас же люди ездили в 4-м году оранжевая революция. В 14-м революция достоинства. Ну вы видите, чем она заканчивается. Гражданской войной. Истреблением населения. И самый страшный удар. Запрещен русский язык во всех школах, учебных заведениях. И последний удар. Отключить русскоговорящие каналы. Ну и Америка это поддерживает. Но ни стыда, ни совести у чиновников из государственного департамента. Но какая это демократия, когда они орут на всех перекрестках. Вот это приехал Боррель из Евросоюза Европы. Демократия. Это все должны иметь право голоса. Выступать. Только что ж вы не видите, как на Украине. Миллионы людей лишены возможности смотреть и слушать. Два этих новых канала. Хотят еще третий отключить. Это чудовищно. Это вот наша славянская обухом. Да там не знаю. Да давай до последней капли крови. Умирать так с музыкой. Ну да даже Гитлер этого не делал. Наоборот открывали русские школы, русские церкви. Русское радио говорило. А это все позакрывали. Но с другой стороны, логика должна быть у них. Если вы хотите отказаться от всего, что связано с Россией. Мы никогда не были агрессорами. Агрессор это киевский режим. Что же вы нашу электричество потребляете? Что же вы наш газ потребляете? Нашу нефть. Ваши танки бороздят вдоль Донбасса на бензине, который изготовлен из нефти русской. Нашей. Тогда от всего откажитесь. Пускай у вас свет погаснет везде. Отлучится отопление. Замерзайте. В голоде сидите. Но не пользуйтесь ничем. Умирайте от болезней. В том числе от пандемии этой коронавирус. Это страшно, что творят. Они скоро вообще будут подслушивать. Дома кто-то разговаривает по-русски. И будут штрафы присылать. Режим в агонии. И настанет день и час. Украина будет свободная. Надо обратиться в Нобелевский комитет по присуждению премии в области медицины. И попросить именно группу ученых, создавших вот три вакцины русских, трех этих главных создателей, им присудить Нобелевскую премию в области медицины. Если мало будет шансов на присуждение Нобелевской премии, то обязательно государственную премию 2021 года, которая присуждается и награждаются 12 июня в Кремле каждый год. День России. Обязательно. Потому что это эпохальное событие. И главное, что вот эта эпидемия, пандемия, она не закончилась вообще. Этот страшный грипп перейдет в обычный. С теми же последствиями, но к нему привыкнут, придет другой. Еще более страшный. Говорят, от того будет погибать еще больше людей. Все студенты приступят к очному обучению. Давайте их поздравим. И давайте их попросим срочно всем сделать прививку и каждые два года делать, чтобы они всегда учились очно. Чтобы не было этого удаленки, сидения где-то домой, общежития. И где-то дней через 10 будет видеоконференция президента с руководителями фракции Госдумы. Вот я что попрошу его. Я уже сейчас говорю об этом. Чтобы он дал указание своей администрации, 23 февраля устроит грандиозный митинг в пользу нашей армии, России на Красной площади. Почему там все не можем собраться, кто любит Россию? Не ходи там, давайте, кинотеатр Пушкинский. Ковид же. Две тысячи мест. Потом не надо сразу про болезни, ковида, ковида. Мы об одном, вы про свои болячки. Или кинотеатр Пушкинский. Там две тысячи мест. И там можно устроить. Пускай профессора своих студентов приведут. Пускай политологи. Что сейчас происходит? Чиновники собираются, совещаются. А кто умеет работать с молодежью, среди них нету. И не может быть. Ведь на этом погиб комсомол. На этом погибла КПСС. Ведь мы до сих пор не говорим причину. Вот вы говорите, нужна оппозиция, согласен. И не системная. Но сперва экономический подъем. И потом политические дела все. А Горбачев начал с демократии, а экономика стала рушиться. Ведь в этом же проблема. И потом, быть осторожным в России. Царь начал демократизацию. Чем кончилась? Февральская, Октябрьская революция. Горбачев, Ельцин начали, чем кончился? С крушением страны. Поэтому сперва убрать национальный вопрос. Убрать национальное деление. Вот 60 губерний по 5 миллионов. И тогда взорвется сразу. Не надо, ничего не взорвется. Это вы пугаете. Это сейчас. Я говорю, что время, когда страна была мощная, Советский Союз. После войны 45-й год Сталин мог сделать. Или Брежнев мог. Но они же не сделали. Сейчас, когда все разворошили, конечно, сложнее. Я вам говорю о решении. А без этого все бесполезно. Сейчас даже экономику, если поднять, это уже никого не радует. К молодежи нужно прийти с оппозицией. Молодежь всегда оппозиционна. Против родителей, школы, против власти, против государства. Тогда они лучше поймут тех, кто тоже с ними внизу в оппозиции. Кто сверху чиновники при власти, они их не понимают и отвергают. И этого не хотят понять в Кремле. Я это объясняю много лет. Надеюсь, 18 февраля я сумею на закрытой части видеоконференции объяснить президенту Сталин, что надо делать с молодежью. Сегодня у нас здесь с вами радостные события. Они отказались от войны с нами, понимаете? Они воевать с нами не будут. Будет идти война информационная, дипломатическая. Кого-то потребовать освободить. Да пускай орут еще 20-30 лет, кого освободить. Посмотрите законодательство других стран. За участие в беспорядках 10 лет тюрьмы. За подстрекательство беспорядком 10 лет тюрьмы. В Америке очень жестко. У нас 10 суток административный арест. Это санаторий. Это радость посидеть, посмотреть, что такое наши такие легкие заведения по лишению свободы. То есть мы должны навсегда покончить с мягкотелостью. Это наша интеллигенция. МИД перенасыщен племянниками и внуками первых тех дипломатов. Понимаете? Они не могут говорить. Они приведут ли бумажку перекладывать со стола на стол и так далее. Сейчас шум подняло наше агентство по делам молодежи. Срочно совещание проводят. А как вы работаете с молодежью? Проспали 30 лет? Поставили того, кто ничего не... Парень нормальный, Бугаев, пусть он не обижается. Но он чиновник. Он бумажку сюда, бумажку сюда, отчет наверх. Молодец. Надо работать снизу. Почему у Кремля все партии рухнули? Где наш дом России Черномырдин? Сверху нельзя. Где соцпартия Рыбкин? Сверху нельзя. Где демократическая Россия? Где выбор России? Пресс, мест, все сверху, сверху. Все сверху рухнет. И сейчас какую-то снизу вытаскивают справедливую Россию. И тут же объявляют, что во фракции сидит самый крупный взяточник в истории человечества. Три миллиарда рублей хапнул. Депутат этой фракции. Надо использовать дипломатический язык. Что это за подача материала? Освободить немедленно. Вы что вообще? Мы войну проиграли вам, что ли? И захватили американского генерала в плен? Кого освободить? И немедленно еще. Да без всяких условий. Кто-то говорит, президент США. Ну, нечем больше заняться. Берлинский беженец там, эмигрант. С какой стати этим заниматься? Люди совершают преступления, их привлекают к ответственности. А на Западе поднимается вой. И одновременно весь хор. Ну, ладно, американцы ошиблись. Может быть, немцы. Но прям по команде. Весь Запад. Весь Евросоюз. Весь Совет Европы, так сказать. ОБСЕ. И прочие. Все структуры сразу. И все одно имя у них звучит. И освободить. А зачем освободить-то? Вам что? Вы возьмите к себе его. Мы же его не приглашали обратно. Он мог остаться у вас. В Берлине. И я понимаю. Начните следствие. А почему Германия потратила около двух миллионов евро? На содержание этого эмигранта? С какой стати? Вы у немецкого народа изъяли два миллиона евро? Это же не 20 рублей. И не тысяча. Два миллиона на все прошло. Все мигалки. Все лечения. Все там реабилитации. И так далее. То есть это планомерная работа. Одно радует. Вот иногда мы, может быть, слишком много переживаем и хмуримся. Ну, раз они уцепились за этого, так сказать, человека, который сейчас находится в заключении. Приехавший к нам из Германии. Как в свое время и большевики оттуда же ехали. Это направление-то одно и то же. Вот. Курбский Андрей бежит от Грозного в Литву. Тогда она была мощная, европейское государство. Герцен бежит в Лондон. И они орут царю, отдай деньги Герцену, пусть он издает свой журнал. Против России. Царь дает деньги этому мерзавцу Герцену, чтобы тот публиковал статьи против царя, против монархии. Вот это же наглость идет вот с тех самых времен. Знаете почему? Благодушие у нас. Архангельск. Хищники, волки уже гуляют по городу и загрызают домашних собак. Это стресс для хозяйки. Вышло погулять со своим, с мопсиком вышло. А волк загрыз ее при ней, у нее на глазах. И опять мы не дорабатываем Госдума. Мы не разрешаем отстреливать волков в пределах населенного пункта. То есть хозяйка должна позвать волка, выйти за пределы населенного пункта, взять ружье и застрелить. Все в порядке, молодец. Соблюдает закон. Это же хищник. Ему наплевать на наши законы. Почему нельзя отстреливать хищников там, где мы их застали? Даже если они не нападают ни на кого. Просто хищники вошли в город, дать право гражданам отстрелять немедленно. А потом хороним детей. Уроды дети загрызли, полузагрызли, откусили. Или вот несколько собак загрызли у тех, кто вышел с ними погулять. Кто такие законы пишет-то? У них хорошо в голове? Ну, поднимите там этот закон о содержании по охоте, наверное, закон, связанный с охотой. Поправку внесем срочную. Разрешить гражданам отстреливать хищных зверей, если они появились на территории города. Сразу кто будет возражать? Если он дома держит волка, получается, мы его право держать волка в своих, так сказать, дома нарушим. Это вот дурацкое понимание прав человека. Наплевать на соседей, рычит там что-то, может напасть, но он должен, он собственник. Это его волк, его маленький лев, тигр, ну любой хищник, даже орел. Он может напасть на ребенка, там что-то, испугать его. То есть снять ограничения. Это та же самая самооборона. Мы мешаем нашим гражданам защитить себя. Весь мир разрешил оружие свободно покупать, владеть и использовать. Мы запрещаем. И запрещаем даже бороться с хищниками на территории города. Вот наш гуманизм. Пусть бандиты нас убивают, а волки нас загрызают. Вот мировоззрение, психология тех, кто заставляет депутатов принимать дурацкие законы. Зеленский снова отказывается от нашей прививки. А кто ему предлагает? Мы никому не предлагаем. У нас очередь. Мы не успеваем направлять самолеты с нашей прививкой по всему миру. В некоторых странах со слезами на глазах встречают русские самолеты, привезшие им спасительную вакцину. А рядом, так сказать, сын фронтовика. Вместе проливали кровь за нашу родину. А теперь он нам через 75 лет эту чушь несет, что граждане Украины не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права. Ну что можно сказать? Дурак. Президент, который дурак. Как можно? Значит, весь мир хочет нашу вакцину, а этот дурачок говорит, а мы не будем экспериментировать. Да все лекарства эксперимент. Все лекарства на 100% не помогают. И люди умирают все равно. Есть лекарства, нет лекарств. Так что что винить? Какие кролики? Вся планета выстрелась в очередь, а дурачок Зеленский, он говорит, да нет, мы не будем, мы не кролики. А кто тебе предлагает? Мы что стоим и вам даем? У нас не хватает ее. Надо вакцинировать у нас еще 100 миллионов и во всем мире 6 миллиардов. Мы всего 105 вакцинировали. А когда 6 миллиардов будут вакцинировать? Тебе Зеленский даже пустые ампулы никто не даст. А ты не хочешь эксперименты. А хоронить ты хочешь? Какой президент? Это главарь шайки. Главарь шайки. Люди умирают, да наплевать. А вот русскую вакцину он не возьмет. В Швейцарии уже хотят понизить избирательный возраст. Понимаете? Значит, в Австрии можно голосовать в 16, в Хорватии, частично в Венгрии и Германии. Мы придем к этому лет через 50. И будет достижение. Какая-нибудь правящая партия скажет, это мы, дали молодежи возможность голосовать в 16 лет. А сейчас что, наша молодежь глупее австрийской, швейцарской, венгерской? Нет. Но они не будут голосовать за Единую Россию. Поэтому будем ждать, когда не будут Единую Россию. Тогда молодежь получит права на голосование. Уточняем ответственность за нарушение правил маркировки лекарств. Уникальный код. Потому что в том году новая система маркировки привела к сбою, к дефициту медикаментов. Надо подправить. Потому что идея правильная. К сожалению, почти 60% лекарств подделывают. Везде пролезли мошенники. И вода, и лекарства, и питание, и все остальные. Все же связано с населением. Начинается процедура импичмента бывшему президенту Трампу. И тоже произвол. Его можно сравнить в Псковской области. В Псковской области произвол. И в Вашингтоне произвол. Но это логика должна быть. Вы начинаете процедуру отставки президента страны. А его уже нет. Трамп миссионер. Его полномочия закончились. Все. Нельзя вести процедуру импичмента, если данное лицо не занимает эту должность. Ведь импичмент – отставка с должности президента. Отправка в отставку. Кого? Там уже другой президент. Но тоже глаза закрыты. Почему? От другой партии. Своего бы они не трогали. Демократа, президента. А это от другой партии. Псков. Вот везде эта демократия. Фальшивая. Косоногая. Так сказать. Вульгарная. Что Псков, что Америка. В данном случае вот Вашингтон. В Москве. На Темирязевской улице. Опять нашли брошенного младенца. Ну, ЛДПР говорит, что восстановите бэби-бокс. То есть ящики для младенца в каждом родильном доме. Женщина туда придет и положит младенца. Ну, на улице. Брошенный. Значит, погибший, наверное, зима же. Замерз. Ну, успели доставить в больницу. Может быть, выживет. Но мы же говорим. Ведь это же для спасения детей. Никто не говорит, что ходите и целуйте бэби-боксы. Ну, пусть будет возможность женщине, значит, там сохранить ребенка. А еще лучше уговорите ее. Ведь наверняка уже в период беременности она не хотела иметь этого ребенка. Ну, и где врачи-психологи? Нет их. То лекарство быстрее даже не смотрит на будущую роженицу. Выборы. Продолжаем отстаивать нашу позицию. Себеж. Псковская область. У нас Псковская законность. Значит, они отстранили нашего кандидата на должность главы администрации района. Значит, мы дошли до Верховного суда. Верховный суд в нашу пользу вынес решение. Там было простое основание. Значит, нужно указать в анкете, есть ли имущество за рубежом. Он ставит прочерк. А надо написать слово «нет». Кто сказал, что так надо написать? И Верховный суд уже давно в своих разъяснениях сказал, что прочерк или слово «нет» означает одно и то же. Нет, Псковская законность. Решили помешать. Мы снова пошли по всей линии. И все равно мешают навести порядок. Губернатору я звонил. То есть, нету нормального правового воздуха в Псковской области. Все исказить надо. Защитить своего. Из чего? Партийная принадлежность. Тот, кто якобы победил на выборах, главы администрации и нарос. Ну как же, отменять выборы? Да он проиграет. Нет, давай лучше совсем выбьем из избирательного процесса представителей ЛДП. Рукуем дальше бороться. Критиковать будем Верховный суд, избирком Псковской области, центр избирком. То есть, произвол. То, что вызывает у людей ненависть. Потом они выходят на улицы, протест. А потом власти ищут вариант, как же протесты остановить. Так не совершайте ошибок. Не мешайте парламентским партиям. Пусть все будет в соответствии с законом. Министерство информации. Посмотрите, день и ночь одна негативная информация. Как ушат грязи на всю страну. Убивают, арестовывают, наручники. Все фильмы про бандитов. Все фильмы. Все передачи. Все отрицательно. Посмотреть наши телерадиопередачи, наши фильмы. Жить не хочется. Вы что, молодежь в чем-то обвиняете? Нам, взрослым, противно жить в такой стране, где одна грязь льется из всех телеканалов. Одна грязь. И страх. Страх. Нагоняют страх. Ну, что это такое? Ну, дайте вы нормальные фильмы. Современные фильмы. Спектакли. Это театры. Все уже замучились они от наших классиков. Уже и советскую классику забыли. Все туда. Лезет в 19 век. Дайте современные спектакли. Привлекайте людей. Не хотим. Или не умеем. А кто? Почему это? Ну, что главную причину не хотим назвать. Вот у нас появился хороший термин. Служба одного окна. Туда вы подаете заявку, и вам там документы выдают. Не надо бегать по кабинетам. А нужно ли нам одно окно в масштабах всей страны? У нас все решения принимаются в одном кабинете. Вот причина. Нет второго решения. Только одно решение. Начать и кончить. Вот 90 лет Ельцину отпраздновали. 2 марта 90 лет Горбачёв. Им бы обоим в тюрьме сидеть. Обоим в тюрьме сидеть. На все времена. А им цветы несут. Памятники и подарки. Оба разрушили великую страну. Я уже не говорю Ленин, Сталин. Они уже, говорится, давно ушедшие от нас. Ну и им цветы несут. Это что, страна? Несете цветы убийцам, террористам. И тем, кто все развалил, и опять цветы. И опять памятники. Молодой человек думает, а в какой стране я живу? Мы его выталкиваем на акции протеста. Толкаем его. Потому что тот, кто разрушал, он же слышал от бабушки, от дедушки, от родителей. Это, оказывается, хороший человек. И улицы названы этими хорошими людьми. Куда ни ткань, ни ткни везде революционеры. Вот это вот тоже экономика. Понимаете, у вас не будет успехов в экономике, пока вы не будете говорить правду. Рынки зачем позакрывали? Обычные рынки, которые были. Вот куда привезти выращенную скотину? Забили ее, куда привезти продать? Давайте создавать кооперативы. Так были же уже. Создали и разогнали. Разогнали. Старая наша песенка. Создать, разогнать, арестовать, выпустить. Реабилитировали. Мы, наверное, еще не всех реабилитировали, кто был в 1937 году репрессирован. Поэтому можно. Есть и рабочие места. Или специалисты. А где они, специалисты-то? Специалисты-то мы всех уничтожаем, разгоняем. Они уезжают. Надо беречь специалиста. Наша молодежь знает, какую выбирать профессию. Как их ориентируют? Что главная профессия инженер. Нет. Абсолютно нет. Ну, сейчас немножко зашевелись. Айти. Айтишник. И то опять не по-русски. Ребенок в детском саду не понимает, что такое айтишник. ИП реквизировать. ИПшники. Что такое ИП, ИПшники? Всем было понятно, когда раньше при царе или ранний этап советской власти. Все эти аббревиатуры. Укороченные названия. Поэтому можно и нужно создавать рабочие места. И они есть. Но нужно информировать. И дать профориентацию. Ну, в школах же никто ничего не делает. Вот это вот экономика протестов. В Министерстве экономики же не считают её. Это нужно считать, какие потери, почему люди выходят на улицу, сколько это стоит. Главную причину не выявляют. Отсутствие мест для дискуссии. Дайте эти места. Пусть там в помещении дискуссируют. Это же большой стресс на всех.